Футбол с элементами регби. Последняя домашняя игра Крыльев Совета выдалась не по-зимнему жаркой. В гости к Волжанам, мечтающим подняться со дна таблицы, приехал Ростов, который грезил возвращением в зону Еврокубков. Градус борьбы за заветные три очка порой зашкаливал, и вместо футбольных элементов зрители наблюдали приемы из других видов спорта. Результаты игры у Сергея Павлова. Последний домашний матч Крылья проводят 8 декабря. Это самая зимняя игра за всю историю клуба. И болельщиков согревает только вера в победу. Именно из-за морозов и переноса матча Крылья Оренбург у самарской команды был двухнедельный перерыв. О принципиально настроенной игру с Ростовом говорить излишне. Уйти на зимние каникулы в Уйцайдер чемпионата в тактические планы Волжан не входило. Да и зрители, которых собралось на Самар-арене свыше 7 тысяч, ждали только одного исхода. Прогноз 3-1 в нашу пользу. Два гола мало забьет, один зотов. Необходимо болеть и поддерживать в любое время года. Зима, весна, лето, осень. Любую непогоду. Чтобы они были не в Уйцайдерах, а в лидерах, как это было в 2004 году. Уже в начале первого тайма волжане вышли вперед. На 11-й минуте мяч с пенальти забил Паул Виорель Антон. Этот гол стал для Крыльев в 800-м высшем дивизионе первенства России. Всю первую половину шла равная борьба. Ростов создал пару опасных моментов. Вратарь Самар Сафарыжиков был на чеку. Перед самым перерывом был удален нападающий хозяев Сергея Корнеленко. И весь второй тайм превратился в одну затяжную атаку южан. Крылья грамотно встали в оборону. И у Ростова сдали нервы за грубость и нападки на судей. Красные карточки получили два игрока и главный тренер. По мнению Валерия Карпина, именно судейство сломало игру. Все эти эмоции появляются, когда судья не контролирует игру. Или наоборот заботит. Вы считаете, что он именно судья завел игру, а не футболисты? Конечно, естественно. Карточками Гацкому завел игру, да. И одной, и второй. Итог встречи – минимальная победа Крыльев. На трехмесячный перерыв в чемпионате они уходят, занимая 12-е место в турнирной таблице. Игроки молодцы, потому что справились, когда были меньшинственные стены пропустили. И хочу поблагодарить болельщики, потому что сегодня почувствовали поддержку сами. Могу сказать, самая лучшая поддержка сегодня была, сколько я здесь работаю. Крылья ждут сборы. В открытое трансферное окно состав может обновиться минимум по четырем позициям. Следующую игру волжане проведут на выезде 3 марта 2019 года в Москве с локомотивом. Сергей Павлов, Владимир Терентьев, Новости губернии.